Всем доброе утро! Ребята, привет! Или добрый вечер, или добрый день, смотря кто когда посмотрит. Мы рады снова вас видеть, вещаем вам с острова Бали. И сегодня будет супер, крутая тема, которую мы с вами уже обсуждали полгода назад, но мы решили обновить информацию. А именно, мы с вами подробно разберем тему, сколько стоит жить на Бали. Рассмотрим разные категории расходов и посчитаем итоговый средний бюджет на месяц. Мы решили взять именно средний бюджет, потому что у каждого свои расходы, свои доходы. Почему мы решили обновить эту информацию? Потому что за полгода было очень много изменений в плане стоимости жилья, стоимости виз, ну и, возможно, какие-то цены поменялись там на продукты, на бензин и так далее. Постараемся донести всю информацию максимально подробно. Также последнее время из-за того, что канал растет, нам стало писать все больше и больше людей. Причем некоторые мне присылают целые списки вопросов. Поэтому мы решили ввести консультации, которые мы будем предоставлять лично. Если вам нужна консультация по вопросам Бали, пишите мне в инстаграм. Ссылка с подробной информацией будет в описании. Так же так, ребятки. Всем хорошего настроения, приятного просмотра, крепкого здоровья. Мы начинаем. Ребята, еще хотели, что вас попросить. Если вы живете на Бали, то напишите тоже примерно ваши расходы. Мы с вами соберем небольшую статистику, чтобы тем, кто едет на Бали, было понятнее, что их может ожидать. Да, пишите свои расходы ежемесячные в комментарии под этим видео. Начинаем мы с вами, конечно же, с самого главного пункта в расходах – это визы. Первый и самый дешевый вариант – это виза по прилету. Она стоит примерно 500 тысяч рупий, дается на один месяц. И ее также можно продлить на 30 дней. И это будет стоить вам 800 тысяч рупий. Если вам нужно остаться на Бали на более долгий срок, то вы можете воспользоваться либо туристической визой, либо бизнес-визой. Они даются на два месяца с возможностью двухкратного продления еще по два месяца. Одно продление на два месяца стоит примерно 2 миллиона 600 тысяч. Цены, которые я называю, это цены именно нашего визового агента, поэтому, если вы делаете у кого-то другого, то они могут незначительно отличаться. Итого получается 2 миллиона 600 на двоих за один месяц. Ну и обязательная статья расходов – это аренда байков. Передвигаться на байке намного удобнее, чем ездить на машине. Во-первых, потому что на машине вы будете очень сильно мучиться из-за того, что очень плотный трафик. И второе, найти парковку, особенно в туристическом месте, на тачке намного тяжелее, чем это сделать на байке. Поэтому наша основная рекомендация, как только приезжаете на Бали, сразу брать себе байк. Если не умеете ездить, то брать инструктора, чтобы вас научили на нем ездить. Ну и, соответственно, продолжать свое путешествие по острову на этом прекрасном чудо-транспорте. Цена такого байка варьируется где-то лям 200, лям 500. Да, мы арендовываем дешевле, потому что мы его арендовываем у нашего друга Китута, которого вы уже видели в предыдущих роликах. Мы платим 800 тысяч рупий, но нормальная цена 1,2-1,5 миллиона рупий. Так что плюсуем полтора миллиона к нашим ежемесячным затратам и сразу же поговорим о бензине. В среднем вы будете тратить здесь на острове 50 тысяч рупий в неделю. Это приблизительно полный бак у этого байка. Да, но если вы едете не особо много, будет 50 тысяч рупий. Если вы ездите очень часто, там каждый день по всему острову, то у вас будет выходить 100. Но мы будем брать среднее значение, 100 плюс 50, 150, 150 разделить на 2, это 75 тысяч рупий. И умножаем эту цифру на 4, и у вас получится сумма, которую вы будете тратить в месяц на бензин. Следующий пункт постоянных расходов – это жилье. Мы вам уже показывали свою виллу в предыдущих выпусках, но сделаем это еще раз. Давайте начнем с кухни. В принципе, кухню вы видите достаточно часто. Кухня у нас приватная, со встроенной плитой, есть чайник, есть блендер, есть посуда, в общем, все, что необходимо. Я считаю, что самое крутое в нашей вилле – это вид на джунгли. Там живут белочки, птички, стрекозки летают. В общем, очень здорово, как будто ты живешь на природе. Ну, мы реально, получается, живем на природе, да? Не как будто бы. Дальше пойдем в комнату. Комната у нас только одна. Она же спальня, она же гостиная, она же рабочая зона. Чего мне лично не хватает в нашей вилле – это место посидеть, потому что у нас есть только кровать и рабочие места. Мы еще хотим, если будем оставаться здесь надолго, хотим купить диван вот в этот угол, где у нас сейчас стоит вешалка для одежды. Тогда хотя бы будет место, где можно почилить. Кроме кровати у нас есть также кровать для детей. Но Руслан там отдыхает днем, между перерывами в монтаже. Что еще мне нравится – это огромная рабочая зона. Мы здесь работаем вдвоем. Мы не толкаемся, не пихаемся, всем хватает места. Очень удобно. Мебель в целом вся балийская, да? То есть это не евроремонт. Но, с другой стороны, за 5 миллионов хотеть евроремонт было бы странно. Хозяева очень хорошо убираются, ничем не пахнет. Плесень. Ну, я в своем инстаграме рассказывала, что у нас в сезон дождей появлялась плесень, но сейчас, слава богу, ее больше нету. Мы ее убили. Раковина странная, очень находится прямо на входе. Получается, что вот вход, вот раковин, и там уже кровать. Туалет, душ, ванна. Очень тоже большое пространство. Я считаю, что можно было бы половину отсюда забрать в комнату, например. Ванна в Убуде вообще не нужна, потому что она не успевает наполниться, вода остывает попросту. Есть душ с горячей водой, то есть здесь водопроводная вода, и есть природный душ, туда набирается дождь. Если вы хотите сэкономить на электричестве, вот, можно помыться дождевой водой. И туалет, ну туалет не будем показывать, там не очень красиво, туалет, в общем, да. Еще раз, наше жилье стоит 5 миллионов. В эти 5 миллионов входят интернет, газ, питьевая вода, обычная вода, электричество и уборка один раз в неделю. На Бали существует огромное количество разных типов жилья, апартаменты, гестхаусы, виллы, в общем, куча всего. Поэтому мы решили также сходить в гости к нашим друзьям, посмотреть, как они живут, и главное, сколько они за это платят. Мы где-то забыли купить чего-то. Чтобы прийти в гости не с пустыми руками, и решили зайти рядом в продуктовую, в овощную палатку. Сейчас возьмем немножко фруктиков. Что, сколько там, ты понял? Я не понял, что они говорят. Что-то там полю-полю. Спасибо. Ну все, хватит, обожремся. Спасибо большое. Только что подъехали, ни одной машины не было. Только захотели дорогу перейти. НПС сразу подгрузились в какие-то... Очень узкие дороги, жалко, что у них тротуарчиков нет. Сейчас дам тебе гавкает. Я в такой красивой кофточке, она мне гавкает. Мне кажется, ты на дудунила немножко, да? Ну, блин, она так зло просто. Она просто голосистая. Привет, обидите. Привет. А мы с камерой. Как зовут? Меня? Мария. А тебя? Меня Тима зовут. Очень приятно. Ладно, мы сейчас немножко здесь раскидаем вещи и познакомимся, и поспрашиваем. Поздаем вопросики различные. Расскажите нашим подписчикам вообще, откуда вы родом? Как вы сюда приехали? Сколько вы тратите здесь в месяц? Конкретно в нашем случае раза в три-четыре получается жизнь на бане дешевле, чем в Москве. И мы, в принципе, сюда приехали, чтобы экономить. И вот эту виллу мы нашли очень недорого, но очень печально в состоянии, поскольку вилла проставила во время карантина, все покрылось плесенью, образовались какие-то дыры. Соответственно, мы все это приводили в порядок, делали здесь ремонт, абсолютно все перекрашивали, закупали сюда мебель. Что вообще входит в вашу виллу? Потому что у всех они разные, у всех планировки разные и наполнение. Да, у нас есть достаточно большой бассейн, у нас открытая кухня, есть даже небольшая кладовка, там хранят вещи персонал, всякие ветерки, кухня. Полностью оборудованная, то есть там есть и холодильник, и плита, в принципе, все, что надо. Комната просто огромная, и самое, что классно, здесь огромный-огромный гардероб. То есть здесь можно, ну, практически жить. Общая зона, и для каждого еще свой отдельный шкаф. Два рабочих места, одно было в гостиной, а второе вот здесь, такое великое. Еще я знаю, что у вас очень просторный душ и туалет, да? Да, это прям мечтая инстаграм-шика, то есть такая каменная ванна посрединке. Да, ты такой выходишь, и здесь и растения, и джунгли. Да, открытое небо, то есть сад поливается сам. Очень удобно. Есть душ, душевая стойка, здесь растут бананы. Класс. А вечером комары здесь не мучают? Как все боятся, что в Абуде очень много комаров? Ну, комары как бы есть, но их не столько, чтобы их прямо бояться. Не как в Подмосковье летом, да? Нет, вообще нет. И у нас здесь красивые картины недавно повесили. Да, картины крутые. Сами покупали? Да, картины покупали сами. Плюс в том, что жилье можно, в принципе, под себя очень хорошо построить, купить мебель, купить картины, стены покрасить, если вам нужно, если вам разрешает собственник, и сделать такое прям уютное-уютное жилье для себя. Сколько вы в среднем тратите здесь на Бали? На что у вас больше всего уходит там? Сколько стоит аренда байка, жилья, продление виз, и так на развлечения на еду, сколько вы тратите? Самое дорогое, это... Еда. Еда, да, там, 1100 на двоих месяцев у нас, наверное, уходит, это вот кафешки, заказ еды на дом. Байк, ну, до 10 тысяч рублей, по-проценту. Продление виз это, получается, 12,5 тысяч рублей в месяц, раз в два месяца 25 тысяч рублей в месяц. Интернет быстрый у вас? Да, у нас 30 мегабит интернет, после любой точки и делаю. В Москве где-то 500 мегабит в секунду, но для Бали 30 это быстро считается, да? Более чем. Развлечение, хорошая такая статья затрат, она у нас в последние месяцы, пару месяцев была в пределах тысяч 30, наверное, в месяц. Сколько у вас, получается, выходит стоимость за эту виллу? Ну, смотри, получается, мы ее сняли, когда еще не начался сезон, и мы сняли ее в плачевном состоянии. Мы ее арендовали за 5,350, полностью сами ее переделали, вложили сюда очень много денег, сделали ремонт, купили мебель, докупили декор, картины. И сейчас риелторы, которые приходят, прицениваются, дают от 12 до 22-25 тысяч миллионов рублей за месяц. Оценивают ее на столько? Да, оценивают на столько. За электричество мы платим порядка 700 тысяч, получается. И какие у вас примерные общие расходы с учетом байка, дома, еды, развлечений и продлением виз? Порядка 180 тысяч рублей в месяц на двоих. Ну, то есть мы довольно-таки челово живем и особо ни в чем себе не отказываем. Можно питаться там в каких-то крутых ресторанах постоянно, но мы, в принципе, питаемся там, где мы хотим. У меня-то не всегда крутые рестораны. И поэтому мы укладываемся в бюджет. Шатай-балтай. Что? Теперь давайте все-таки подведем итоги по жилью. Сейчас конкретно в августе 22-го года полная неразбериха, потому что все жилье, которое находится около океана, оно либо заселено, либо что свободно, очень дорогое. А то, что дешевое, оно не очень по качеству. Поэтому мы рассматриваем Убуд. Конкретно Убуд. Чем дальше от океана, тем дешевле. Возьмем среднюю цену. Это 8 миллионов рублей за виллу на двоих человек. С балийским ремонтом. Возможно, вилла будет без бассейна, но у вас будет своя кухня, отдельная спальня, рабочее место. Средняя цена 8 миллионов с электричеством, с вайфаем, с водой. И еще хотел отметить, если у вас есть какие-то проблемы с поиском жилья, вы можете написать к нам на Instagram. Записываем и переходим к следующему сюжету. Сейчас мы с вами приехали в место, где продаются сим-карты. Это, как правило, такие небольшие палаточки. Они могут быть как в виде магазинчиков, так и в виде небольших стоек. Сейчас мы зайдем в магазин и покажем примерную стоимость сим-карт с тарифами, с различными. И также надо учитывать, что цена зависит от того количества трафика интернета, который вы хотите купить. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, и какой цена для сим-карты? Сим-карты у меня есть интернет, Телкомсел и Excel. Этот у меня есть 11 гигабайт. 11 гигабайт. На 11 гигов будет стоить 150, да? Да. 150 тысяч рублей. Если вы берете на 35 гигов, то 250 тысяч рублей. Здесь чуть-чуть дешевле. 16 гигов 100 тысяч, 32 гига 200 тысяч рублей. И, соответственно, после того, как вы купите сим-ку, вам ее привяжут к телефону. Здесь можно увидеть все цены. Мы берем обычно где-то 10 гигов 6-10. Только у меня тариф Excel. Я беру 5-10. В среднем я трачу на связи 62-92 тысячи рублей. Спасибо за информацию. Да. Спасибо. Где-то бывает цены чуть ниже, где-то они бывают чуть выше, в более туристических местах цены поднимают прямо до потолка. Не везде есть такой прайс. Обычно вам со слов говорят цену. Как правило, это означает то, что хотят просто навариться на вас. А сейчас, не отходя от кассы, мы сразу же решили зайти в магазин и собрать небольшой продуктовый набор. Какие-то продукты вы будете покупать раз в месяц, какие-то продукты вы будете покупать каждые 2-3-4 дня. Овощи и фрукты мы будем брать на рынке, потому что на рынке цена чуть ниже. Ну и заодно показать вам, как выглядят рынки здесь, в Буде. Сейчас у нас будет супер-секретная, беспалевная съемка, потому что в магазинах больших почему-то снимать нельзя. Поэтому будет немного такой некрасивый ракурс. Ну что поделать? Соответственно, мы берем здесь хлеб. Давай, Пятька, клади хлеб. Дальше перемещаемся в отдел молочный, потому что почти все люди пьют молоко. Самое среднее по качеству это вот этот фреш-милк молоко. Дальше мы бы хотели взять еще, наверное, сыр и колбасу, потому что многие люди кушают утром бутеры и делают селетосты. Вообще колбаска – это редкость, и это роскошь на Бали, да? Ну, возьми вот эту вот колбасу. Ну, возьми эту с салями. Французская салями. Так, усы вытруботные. Вот такой возьмем сырок. Сколько там? Возьми пять. Возьми две. Перепелиные яйца тоже здесь возьмем. Ну, можно, конечно, брать и обычные. По вкусу мне они больше нравятся. Возьмем сливочное масло. Да, не все его едят, но это среднестатистический продукт, который находится в вашем холодильнике. А, сейчас возьмем еще курицу. Две половинки куриной грудки. Бери, киткат. Есть, смотрите, кофе гранулированный, как у нас продается в России. Оно здесь примерно столько же стоит, сколько натуральные зерна помолотые. Молотые, да? Арабика и робуса. Два самых основных сорта кофе. Да, и возьмем еще шоколадку, просто как вкусняшка. И возьмем еще чай. Да, пакетиков. Здесь есть и липтон, он дороже в два раза. Но мы взяли местный. Местного производителя, так скажем, поддержать. Мы нашли мюсли. Сейчас выберем самые такие по средней цене. Вот есть с орешками, с шоколадками. Решили взять еще макарон. Возьмем спагетти. Какой человек не любит макарошки, да? Также возьмем пару дошиков. Допустим, вам просто лень готовить, не хочется тратить деньги на ресторан. И вам нужно быстренько заварить какой-нибудь бич-пакет, перекусить за компьютером и дальше работать. Очень много разных здесь дошиков, потому что это Азия. В Азии любят такое. Вот. Возьмем два разных. Два разных по вкусу. Вот этот бери красивый. Нужна будет также бытовая химия. Не все живут в отелях, где это включено в стоимость. Возьмем с вами салфеток. Вот салфетка, которую мы берем. Сразу две пачки. Салфетки. Это очень полезно. Катя взяла две губки. Это примерно на месяц, да? Для мытья посуды. Можно взять такую одну. Давай, клади сюда. Туалетная бумага мы не будем учитывать, потому что, насколько мы все знаем, а кто не знает, я вам скажу, в мусульманских странах принято пользоваться водой, а не туалетной бумагой. Где бы мы ни были, в каждом доме есть такой специальный душик для ваших попок. Зубные щетки. Правильно. Две штучки. Зубную пасту. Тоже какую-нибудь среднесегментную. Обычно вот все местные пользуются вот таким шампунем. Есть такие упаковочки с дозаторами, есть такие. Берем какой-нибудь вот такой, наверное. У нас с тобой шампуни есть. Мы, скорее всего, эти шампуни отдадим нашим хозяевам. И вообще половину этих продуктов мы, наверное, отдадим нашим знакомым. Потому что мы недавно закупались. Сейчас мы покупаем вот это вот все. Только ради видео. Ну, что-то из этого мы съедим. И берем мыло. Мыло, правильно. Список мы проверили. Все вроде купили, все, что нужно. Средний набор. Сейчас стоим на кассе. Также мы еще отдельно покажем вам чек, где будет каждая позиция расписана. На чек мы этот выложим в Telegram. Так что подписывайтесь на дзеку. Там будет подробная информация. Ну, для тех, кто хочет знать, что конкретно, сколько стоит. Потому что если мы сейчас каждый продукт еще будем в этом видео расписывать, оно получится очень длинным. А нам нужно все кратко, четко и понятно. В руках мы это не понесем. Пойдется покупать пакет. Тоже будут средние расходы. Берем такой пакет красивый. Общая сумма 502 тысячи рупий. Это прям очень много. Но если учитывать, что там некоторые продукты, которые вы покупаете раз в месяц, это немного. Ладно, мы тогда к вам вернемся дома, наверное, покажем, что мы купили и расскажем более подробно. Все продукты мы разделили на две кучки. Это то, что мы с вами покупаем примерно раз в месяц. И вторая кучка – это то, что мы покупаем раз в два, в три, в четыре дня. Этот набор продуктов мы с вами умножаем на 8, а этот набор продуктов на 1. Мы с вами быстро переместились на следующее утро. И сейчас мы приехали на местный базар. Это находится в городе Убуд. Если не забудем, оставим вам ссылку на локацию в описании под этим видео. Время у нас 8 часов утра. На самом деле мы приехали поздно. Сюда хорошо приезжать часов в 6. И с 6 до 7 здесь самый сок идет. Сейчас, конечно, уже лотки более пустые. Но, тем не менее, остались хорошие продукты. Они свежие. Поэтому пойдемте наберем с собой целую корзину. Корзину будем брать, ну, как условно корзину. Наберем с собой продуктов примерно так же, как в магазине, на 3-4 дня. Получившуюся сумму умножим на 8. Смотрите, что у нас здесь. Все люди кушают мандарины, все люди кушают апельсины. Кстати, смотри, какой лайм большой, Киткат. Мы с тобой все время в магазинах покупали какой-то маленький. Или это недоспелый лимон? Скорее всего, это лимон местный. Лайм обычно вот он, кругленький. Три возьмем ламика. Возьмем тогда еще местный фрукт-салат. Мы, наверное, показывали вам, что это такое в предыдущих видео. Если хотите, пишите в комменты. Мы вам сделаем обзор на экзотические фрукты. Ну, как экзотические для нашей страны. Даже на весах не взвешивали. Это очень забавно, да? Просто 15 тысяч. Мне кажется, у нее глаз алмаз уже наметан. Возможно, она продает поштучно. На самом деле, тут на рынке есть еще обладатели белой кожи. Мы не одни, но потому что это Убуд. Есть еще много туристов, особенно очень много русских. Поэтому, кто сюда приедет первый раз, да, и будет бояться, что вокруг русских нет, можете пожить в Убуде, где их прям полно. Так, бананчики мы решили с вами купить здесь у бабулечки. Да. А, не хорошо. Показать в Убуд, вару и сай. Верночек. Блин, я тебе банан пробовал. Нормальные бананы. Мы тоже никогда не пробовали их. Какие-то оранжевые. 25. Да, в Балинии 25. Окей. Авокадо 20. Авокадо? Да. Или авокадо. 1 кг или 1 кг? 1 кг? 1 кг. У бабулечки реально очень хороший английский. Это вообще большая редкость. Если вы не умеете выбирать авокадо, то можно попросить продавца, и вам выберут. Но вообще, этот вот мягкий, он прям готов. И не гуд? Все подскажут, все выберут. Поэтому, короче, я обожаю рынки на Бали. Никто не пытается тебя обмануть. Тебе самое лучшее оставляют. Самое худшее остается здесь. Они просто выбрасывают. Да, это как бы. Издержки. Издержки бизнеса. Как конючек? Я? 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 Сейчас еще и пакетик даст. Не, у нас уже есть. Спасибо. Бабулечка, у нас уже есть. Ремакаси. Ремакаси. Возьмем тогда с вами еще, наверное, килограмм картошки и полкило морковки. Будет хорошо, я думаю. Все как у нас. Зашел в пятерочку, выбрал самую лучшую, самую хорошую, которая удобнее будет чистить потом мужичкам, да? Ну, а здесь нормальная, хорошая картофа. И морковка здесь, она уже помытая, душистая, бархатистая. Три штучки возьмем, нам хватит. Рыба и курица здесь тоже продается, поэтому это не только овощной рынок, что большой плюс. Мы взяли еще с вами 3 чеснока, получилось 5 тысяч рупий. Итого получается 134 плюс 5, 139 тысяч рупий мы потратили на рынке. И пойдемте домой, покажем объем, что мы купили вообще. Все, что мы купили вот в этих пакетиках, наверное, суммарно получилось килограмм 10. Бананы, немного салака, лайм, апельсины, которые, мандарины, мангустины, авокадо купили чуть-чуть, помидоры, огурец один, три морковки, два чеснока и чуть картошки, там около килограмма. Конечно, можно было там еще кучу всего купить, потому что мы не все продукты купили, которые возможны, но это примерно на три дня вам их хватит, три-четыре дня. Получается, мы эту сумму умножаем на восемь, и у нас выходит, сколько мы будем тратить за месяц на овощи и фрукты. Следующая статья расходов – это одежда. Мы одежду покупаем примерно раз в месяц, может быть, там по одной-две футболки. Мы с вами сейчас зайдем в достаточно бюджетный магазин. Мы вот вчера покупали там футболки, поэтому сегодня мы уже их покупать здесь не будем, мы просто вам покажем цены. Вообще магазины бывают разные. Есть H&M, то есть европейские магазины, которые находятся в торговых центрах, есть рынки местные, где тоже можно купить одежду, и есть вот такие магазины. Это, наверное, какой-то средний сегмент. Давайте мы с вами подойдем, наверное, к женским футболкам. Тут есть одежда для спорта, тут есть даже курточки, их немного, но они есть. Есть детская одежда, есть мужская одежда. Давайте посмотрим обычную футболку. Говорят, что она из ГЭПа. Непонятно. Как будто бы это брендовые вещи. 69 тысяч рупий стоит. Футболка достаточно приятного качества. Сейчас давайте посмотрим состав. 100% хлопок. Ничего себе, я удивлена. Вот футболчик такая, 70 тысяч всего. Руслан покупал вчера эту футболку. Она стоила примерно 100 тысяч. И эта футболка, кстати, тоже отсюда. Что-то какие-то платьицы не очень. Ну хорошо, давайте вот. Платье, кстати, неплохое. В цветочек стоит 179 тысяч. Но что-то дорого, оно не очень приятное на ощупь. Но, в принципе, это меньше 1000 рублей, скорее всего. Вот такое платьица. Ходить по Бали. И вот сумки. Очень удобные сумки. У меня такая же, но я покупала в Москве. Она не кожаная. Я не знаю, это даже не кожзам. Она как будто какая-то пластиковая. Не знаю. 139 тысяч. Я чувствую, как будто я на программе контрольная закупка. Ну, давайте тоже вот такого приятного цвета посмотрим. Штанишки свободные. 89 тысяч. Если зайти в H&M, то я думаю, что там такие штаны будут стоить 1200 как минимум, если не больше. Топик для спорта. 65 тысяч. Блин, вот смотри, какая крутая. Это мужская? Жалко. Вот, смотрите, очень милая мужская футболка. 68 тысяч. Я не знаю, это как дисконт. Вот, есть такое слово, как фамилия в России. Тут также есть нижнее белье. Тоже хорошего качества. Стоят одни трусы примерно 30 тысяч. Они очень приятные, без швов. Ой, без швов. Да, мы покупаем кофту, чтобы прятаться от солнца. Она стоит 87 тысяч. Давайте умножим ее на 4, потому что на двоих примерно как раз в месяц 4 вещи мы покупаем. Денежку дашь? Угу. Ну, а пока нам выписывают чек, давайте перейдем к следующей теме. Что касается прачечных, на Бали вообще редкость, когда есть стиральная машинка на вилле, либо в гестхаусе. Поэтому здесь практически все пользуются лаундри. Ну, в переводе это прачечная. Мы в том числе не исключение. Примерно 1-2 раза в неделю сдаем такой тюк с вещами. Совершенно обычную местную лаундри, где пользуются сами местные. Конечно, здесь есть и прям суперкрутые популярные лаундри, как в Паркью. Есть также очень дешманские, где твои вещи сушат прямо на улице около дороги на вешалках. У кого-то в таких местных лаундри портят вещи. То есть там остаются какие-то пятна непонятные, или там они воцветают и так далее. Но мы за год в пользование такими прачечными ни разу с этим не сталкивались. У нас всегда вещи четко в срок постиранные, четко поглаженные, без запаха и пятен. Ну, запах только приятный. Передаем пакетик с нашим добром на весы. Почти 5,5 килограмм грязных трусиков и носочков. 55 тысяч рупий стоит постирать 5,5 килограмм. То есть получается сколько? 10 тысяч килограмм. 10, да, 10 тысяч рупий за килограмм. Очень хорошая цена. Ждем ровно сутки. После суток забираем вещи. Также в этот раз мы решили включить расходы на лекарства, потому что нет-нет, да иногда они пригождаются. Поэтому мы с вами сейчас зайдем в аптеку. Она не самая дешевая, которая есть на Бали. Аптечная сеть дешевле называется Камиофарма. Вот здесь будет название, если что. Мы зайдем в ту, которая есть рядом с нами. Купим набор лекарств, который может вам пригодиться каждый день. Например, там таблетки от головы, какие-то вещи от простуды, витамин С, в общем, все такое. Пойдемте покупать. Давайте быстренько посмотрим, что мы купили. Во-первых, таблетки от головы, два вида пластырей, таблетки от горла, стрепсиус. Это бетодин, замена йода, потому что здесь его нету. Витамин С, волшебная штучка для растираний, ну тоже, видимо, от кашля, там от простуды. Кстати, это очень похоже на Доктор Мом по запаху. От кашля, микстура. Это у нас что-то по типу террафлю, просто снять плохое самочувствие. И последнее это зубочистки. Весь этот набор нам обошелся примерно в 200 тысяч рупий. Чек, где подробно расписана каждая позиция, у нас будет в телеграм-канале. Ребята, давайте теперь я вам покажу, как же пополняется электричество на Бали. Обычно электричество включено в стоимость проживания, но иногда бывает так, что вам говорят платить за электричество отдельно. Поэтому мы эту статью расходов тоже решили рассмотреть. Конкретно мы за электричество не платим, его стоимость уже включена в цену за жилье. Поэтому мы плюсовать его к своим расходам не будем. Но чтобы у вас была информация, мы вам про это расскажем. В каждом доме и в каждой вилле, гестхаусе стоят вот такие счетчики. Когда заканчивается электричество, оно начинает пищать. Вы должны поехать в магазин, обычно это Альфа-Март или Инда-Март, назвать свой номер аккаунта, положить денежку, приехать, ввести код, который вам дадут, и у вас появятся киловатты. Когда мы платили за электричество, мы жили в Лавине, и у нас примерно уходило 2,5-3 тысячи рублей. Примерно как в Москве. Средняя цена за киловатт на Бали примерно 1,5 тысячи рублей. Более подробные цены, которые зависят также от мощности сети и от тарифа, вы можете увидеть у нас в Телеграм-канале. Мы выложили там скриншот с официального сайта. Ну а теперь нам нужно подвести все итоги всего вышесказанного и какой-то сделать один вывод. Значит, у нас с вами получилось примерно 64-65 тысяч рублей на двоих в месяц. Это достаточно хорошо, с учетом того, что у нас примерно столько и выходило полгода назад. Но хочу обратить внимание, что такая сумма только из-за того, что рубль сейчас сильно окреп. То есть при любых колебаниях сумма у вас также может сильно поменяться. Плюс ко всему мы с вами не учитывали затраты на развлечения и на еду в ресторанах. Потому что у всех эти затраты могут быть разные. Вы просто приплюсуйте к тому, что получилось у нас в этом видео, свои расходы. Сколько вы примерно тратите. Цены на еду, на рестораны мы с вами уже примерно знаем, потому что мы уже такие видео снимали. А кто не видел, переходите по словающей подсказке и смотрите наши предыдущие видосы. Мы же не зря все это снимали для вас. Я удивлена. Серьезно. Я думала, что будет намного больше. Но опять же, цены средние. Можно питаться дешевле, можно жить дешевле. А можно дороже. В любом случае у всех получится своя какая-то конкретная цифра, когда вы уже переедете на Бали и будете здесь тратить свои денюжки на развлечения, на еду и на жилье. Наша задача была дать вам просто базовое представление о том, как тут можно жить. Да. И я думаю, мы со своей задачей справились. Так что, ребят, я очень надеюсь, что эти цифры, эти расчеты, подсчеты помогут многим из вас. Спасибо большое вам за просмотр. А подписывайтесь. Подписывайтесь везде. Подписывайтесь, да, где только можно. Инстаграм, телеграм, они уже, наверное, промелькались здесь везде. Да. Если вы хотите быть с нами ежедневно, то подписывайтесь в наши соцсети. Мы будем вас там ждать. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего настроения, крепкого здоровья. Всем пока. Пока. Увидимся через недельку. Субтитры сделал DimaTorzok